Меня зовут Станислав, проживаю я в городе Алматы, Казахстан. Мой отзыв заключается с небольшой предысторией о моем здоровье. Началось все с перенагрузки, переутомления организма, небольшой скачок давления. После этого прошли лечение небольшое, вроде бы полегчало, стало легче. Но со временем беспокоило боли позвоночники. После этого обратились к остеопату, посоветовал людей. В общем, после этой терапии мое состояние ухудшилось. А что сделал остеопат? Ну, остеопат положил на стол, похрустел, поставил обезболивающие. То есть, также затронул шейный отдел, грудной, также ноги. То есть, сказал, что у меня есть смещение в тазу и разность между левой и правой стороной в 2 см. Ну, как бы подшей подошву, входи с подошвой. Приходи в следующий раз, я тебе еще раз похрущу, станет легче. Ну, я на второй раз не осмелился туда идти. Потому что после первого раза мне хватило. Мое состояние просто было ужасное. То есть, в внезапный момент происходили резкие скачки давления. Приходилось принимать меру только в скорой помощи. То есть, вмешательство внешнее. После этого, также, начали искать, как бы, причины этой болячки. Но, опять же, обратились уже к мануалисту. Тот убедился, что у него есть три образования. Прошел также полкурса. У мануалиста три образования? Да, медицинское три образования. То есть, мануальная терапия, там же включительно. То есть, убедительно она сказала, что вся проблема у меня в шее. У тебя зажаты какие-то сосуды жизненно важные. Ну, как бы согласился, понял, внушил доверие, что, да, может быть, там вся проблема. Мы, как до этого обращались к кардиологу, который исключил болезнь сердца и сказал то, что проблема может быть в шее. То есть, как бы, наставил на путь такой, к чему можно прийти, к этой причине, а не к этим, как бы, симптомам, которые лечили. Но, опять же, прошел полкурса. Состояние было там кратковременное. То есть, стало лучше на пару дней. Потом это все назад вернулось. В прежнее состояние, в прежнее положение все позвонки, скорее всего, вернулись. Также, может, и хуже пережали все там сосуды. А что чувствовало физически? Ну, физическое состояние было, как после мануалиста. Просто страшно все болело. Горели мышцы. Чувствовалось то, что происходят какие-то изменения. Болела голова так же. Пепло прям было. Ну, она бы, как сказала, не обращая на это внимание, это, типа, все правильно, так и должно быть. Поболит и перестанет, все на свое место встанет. Но сказала то, что нужно делать курс, то есть 10 дней. Но как она, слава богу, уехала, и мне пришлось полкурса в ней побыть. Ну, последний день, когда она меня правила, позвоночник, как она это говорила, я домой уехал просто лежа, потому что я сидеть не мог, у меня развивалась тахикардия, повышалось большое давление. Ну, после этого посоветовали пройти курс, 10-дневный курс систем, то есть препаратов. Капельница. Капельница, да. Ну, туда входила это, как, полярка, расширяющие сосуды, чистка сосудов, все там. Ну, думали, что причина в этом. Как бы, если мануалист исключил проблему, он поречил, значит, это дело не в позвоночнике, а дело больше, наверное, в самом состоянии, там, сердечно-сосудистой системы. Ну, после этого, опять же, после капельниц 5 дней прокапали, стало лучше, что-то начал делать физически, но, опять же, при резких движениях происходили такие же резкие скачки. Давление, также тахикардия, ну, очень тяжко. То есть спазм происходил в голове, и приходилось, опять же, только откачивать скорой помощи. На какое-то короткое время. Ты на тот момент уже ходить, сидеть не мог, да? На тот момент и последний раз, когда мог куда-то сходить, это вот после пятого, после пятого раза, когда мне поставили систему. Ну, как бы, сказали, то, что она может быть такая, как бы, небольшая побочка, но она пройдет и станет лучше после десятого раза. Ну, опять же, что делать, жить хочется, здоровым быть хочется. Небольшая побочка. Вот. Пришлось еще опять этих пройти систем. Ну, прошел, ну, состояние так же. Пару дней еще хуже потом становилось. Как бы прогрессировало еще больше и больше после всех этих остеопатов, манувальщиков и, к тому же, медицины. Вот. Препаратов, которые кололи. Ну, потом вот уже пришлось лечь. То, что дело все пришло к этому. Вставая, принимая перитекальное положение, так же начиналось высокое давление подниматься и очень страшная тахикардия. До скольки? Ну, давление достигало прям шкалы 220-200-180. Ну, в основном такие были. Оно держалось и сердце 150-140-130. То есть, это в спокойном состоянии. Просто сидя на кровати. Да. Сидя. Потом вообще сидеть не мог. Пришлось лечь. Вот лежа-лежу, это горизонтально. То есть, сердцу легко гонять, кровь по организму. Нигде ничего не пережато, как естественно. Вот. Как вставать там? Ну, до туалета добежать и обратно прийти. И потом полтора часа отходники, то, что тебе очень плохо. И ты не знаешь, куда податься, в общем. Ну, как-то вот такая предыстория была со здоровьем. Ну, начали искать причину. Как кардиолог наставил на, как говорится, путь истины. Где копать, где собака зарыта. Вот. Ну, начали сами потихоньку, как бы, в интернете смотреть анатомию строения. Это вообще позвоночника, где что может пережать. Ну, поняли то, что там же есть пучок всех жизненно важных окончаний, вен. Там артерий, проходящих сквозь позвонки. И также изучили все, конечно, благодаря вот роликам Сергея Владимировича Малякова. То, что там есть также и блуждающий нерв, который отвечает за этот сердечный ритм. Также проходящие все жизненно важные нервные каналы, сосуды. Ну, решили попробовать. Уже не веря никому, потому что там не было никаких шансов. Прошли какой-то курс, толку не дало просто. Оно бы вот ухудшило. То есть, как говорится, разозлили организм, он еще хуже начал работать. Ну, пришлось что-то накопали, в общем. Контакты нашли. Вот. Связались с администратором. Вот, министратор сказал, что приезжает 10-го августа, 10-го, 11-го августа в Алмату. Мы были очень рады, что можно будет посетить, вот как бы, и пройти вправку первого позвонка Атланта. Ну, записались на это. Ну, предварительно, конечно, мы ознакомились с этим всем, потому что уже было страшно обращаться куда-то. Да, каждый раз хуже становится. Не знаешь, где. Да, сейчас там что-то произойдет вообще, блин. Можно будет по некиду заказывать. Вот. Ну, слава богу, вот, ролики очень убедили, особенно отзывы у людей, когда люди отзываются и просто в радости, там, с улыбкой, с радостью на глазах все это воспринимают. Ну, мы решили тоже это попробовать, с семьей все вот это анализировали. Тогда уже возможности приехать не было же, да? Да, ну вот еще, да, такой момент. Благодарность за снисходительность Сергея Владимировича, то, что он вошел в положение и посетил, именно приехал домой, несмотря на свою занятость, проблемы свои также. Приехал домой. На тот момент я не мог просто даже сесть на табуретку, чтобы можно было быстро провести эту процедуру. Вот. Ну, для этого дела можно было это сделать, то есть подвиг такой. Допустим, совершили, после правки Атланта, вот, я ночь поспал, на следующее утро я уже сам встал, давление как у космонавта, ритмичность сердца была в норме, сам покушал, сам уже мог умыться, как до этого мне просто носили в постель еду, и я умывался там, так же в постели ходить не мог. То есть элементарные вещи для простого человека, которому надо в жизни. Вот. После правки стало намного лучше. Ну, конечно, оно как происходит естественным путем, то есть это не так, как вкололи укол, тебе сразу легче стало. Это, конечно, длительный сеанс, который ты должен сопровождать курсом упражнений, здоровым питанием. Ну, при том, при всем, ты скажи, что ты в баню пошел на какой день? Да, на второй день пошел сам в баню. Вот, помылся я в бане. Ну, конечно, не парился там, чтобы плохо стало, а просто пошел в горячую баню и там я помылся. Конечно, сердце там колыхалось, давление поднялось, но это было незначительно совсем, потому что оно тут же и опустилось. Это, естественно, то есть любой человек, который пойдет в баню, он почувствует, что у него бьется сердце и повышается давление. То есть это в пределах нормального. Я вышел на улицу, вдохнул два раза свежего воздуха и мне стало просто лучше. Соответственно, там недели у меня были небольшие изменения в организме, то есть то поднимется немножко, то опустится, сердце там побольше билось, раз поменьше. То есть, соответственно, это происходили какие-то изменения оздоровительные в самом организме. Ну, самое главное, что ты на следующий день встал. Да. Это уже... Факт, факт остается фактом. Вот. Ну, благодарность, то, что есть вот такая вот методика поправки первого позвонка Атланта. Благодарность Сергею Владимировичу за его снисходительность, то, что он посетил нашу семью. И наша семья уже готова вся принять эту правку. Точнее, отчасти уже половина поставили на место себе этот первый позвонок. Себя очень чувствует очень хорошо. Даже дело коснулось нашей также родственницы, у которой проблемы были с зубами, с головными болями. У нее, например, после третьего раза чудо произошло. У нее фрику стал ровным. Не такой, который был раньше. То есть он уменьшился. Также с большой болячкой моей тещи. У нее состояние улучшилось. Она стала больше спать. Ну, у нее большой очень индук. Вот. Но она после этого начала спать очень хорошо. Ну, следом за этим, также и отец собрался на правку. Тоже беспокоит головные боли и болезнь сердца. То есть перестали полностью употреблять какие-то препараты. Все настроено, настроено наше семья, все наше общество, которое нас окружает на эту методику. Она нам очень понравилась. Нас очень радует. Вот опять же, благодарность очень большая нашей семье всей. То, что как бы это для нас было счастье. Не просто, а то, что за это все время пережито полтора месяца. Не знаешь никаких, не находишь шансов на дальнейшее. Потому что молодой, 23 года. И как бы в таком возрасте это ужасно. Просто лечь на кровати, не зная, кто поможет и что с тобой дальше будет. Ну, вот, слава Богу, нашли мы такого человека, который нам помог в этом. Вот, благодарность всей нашей семьи за это. Вот, и советую всем людям, которые имеют также болезнь, там, сердце, ну, сердечно-сосудистая, там, например, какая-то дистония или еще. То есть все, что связано с давлением, с головой, вот. Ну, и также, отчасти, если, как, всего организма. Ну, после правки я почувствовал, у меня еще, как добавить хотелось, печень, например. Сказали, то, что у меня дискинезия желчных протоков. То есть я чувствовал, да, то, что у меня плохо очень вырабатывалась желчь. Она выбрасывала желчь тогда, когда, ну, что-нибудь, ферменты какие-нибудь употребишь, там, мизим или поешь что-нибудь жирненького. Она выбросится, ну, соответственно, обжигая там вокруг все. Вот, и у меня, например, это прошло. Я после еды, я не ощущал этих проблем. Также у меня с поджелудка была проблема, то, что выработка поджелудочного сока была плохая. После этого я заметил то, что я стал есть больше. Я стал с кровати, 78 килограмм, я был буквально за неделю, я стал на весы, у меня вес был на тот момент 94. То есть я просто ел, ел и не наедался. То есть мое самочувствие улучшалось каждым днем. Я понял, что это, да, естественный путь, оздоровительный. А ты раньше спортом занимался, да? Да, до этого занимался спортом, вольной борьбой 6 лет. Вот, также выступал в соревнованиях. Готовился также на республиканские отборы. Но для меня это был просто удар. То, что, как говорится, на ковре не сломили во время каких-то соревнований, а посетив курс лечения наших врачей, остеопатов, также мануалистов, они просто положили на кровать. То есть я как бы не советую даже здоровому человеку, который имеет очень физическое такое настроение и здоровье, не ходить, как бы не посещать это. Потому что это просто ухудшит ваше состояние. Но мои пожелания, чтобы каждый человек осмыслил, понял, то, что это правильно будет для него, чем принимать какие-то таблетки и идти путем, как говорится, залечивать себя до смерти. А лучше всего обратиться по адресу, который можно узнать в интернете. Есть также сайт, на котором можно это все посмотреть. Советую всем, которые люди болеют, желают быть здоровыми, счастливыми, радовать своих окружающих, семью. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...